Всем привет! Рада вас приветствовать на своем канале, где я рассказываю о моей жизни в Австралии. И сегодня я хочу рассказать про мои первые роды, про беременность и роды. Моему ребенку уже, моему сыну Оливеру, в комнате, в его комнате сейчас я записываю это видео. Ему скоро уже будет три года. Вот, собственно, это та причина, по которой почти три года у меня не было видео на этом канале. Потому что я была занята Оливером, своими материнскими делами, а также учебой, заканчивала университет здесь. Но я думаю, всем будет интересно узнать про то, как вообще проходила моя беременность тут в Австралии. Что, какие анализы я сдавала, что, как вообще. И расскажу про то, как прошли сами роды. Поэтому, если вам интересно, оставайтесь, смотрите видео до конца. Ну, начну про беременность. Как, значит, проходила моя беременность. Как вообще здесь все устроено в Австралии. В Австралии можно наблюдать и рожать платно и бесплатно. Паблик и прайват. Я об этом поподробнее расскажу в отдельном видео. Вообще, сколько стоит, что, какие отличия по процедуре и так далее. Ну, вкратце скажу, да, то, что как раз-таки мои первые роды и моя первая беременность была с врачом, private. Для этого, что мы сделали, да, до того, как, для того, чтобы иметь возможность, да, здесь какой нюанс в Австралии, что нельзя забеременеть, а потом пойти и рожать private в частном порядке. Нет, здесь так нельзя сделать. Здесь нужно до того, как ты забеременел, как бы здесь есть частная страховка. В эту частную страховку включен беременность и роды. То есть, на момент рождения ребенка у тебя эта страховка должна быть уже 12 месяцев. Ну, то есть, хотя бы за 3 месяца, ну, да, или, может быть, чуть-чуть побольше, до того, как ты решил зачать ребенка, тебе нужно начать платить, подключить вот эту услугу и начать платить дополнительно за эту опцию в страховке в твоей забеременность и роды. Вот. Что мы и сделали. Буду рассказывать, да, потихонечку про беременность, про самую. Как здесь это все устроено. Вот. Когда мы забеременели, ты идешь к своему семейному доктору, GP, терапевт, по-другому говоря. Они берут кровь, смотрят, подтверждают, что беременность есть. И дают направление к доктору. Если ты идешь частно, то к доктору, которого ты можешь выбрать сам. Ну, соответственно, они и рекомендуют даже выбрать самому. Потому что, когда я пришла и когда меня спросили, знаешь ли ты какого ты хочешь доктора, это было где-то, наверное, 7 недель беременности. На седьмой неделе, кстати, еще, по-моему, первое УЗИ мы делали, которое подтверждает беременность. И врач меня спросил, ты знаешь, какого доктора ты хочешь? Я говорю, вообще я не знаю, потому что это был только тот момент, когда мы только-только переехали в Дивай, на наши северные пляжи, из другого района. И тут я вообще никого не знала, у меня не было ни друзей, никого. И я такая, я вообще не знала, на самом деле, в тот раз, как вообще искать. То есть сейчас я знаю, что есть Facebook, есть здесь группы, всякие разные чаты, где можно спросить. Люди тебе все посоветуют. Сейчас я уже знаю, как здесь что можно узнать. Это было, получается, уже 4 года. Ну, получается, 3,5 года назад. Я ничего не знала. И как я искала доктора, у меня, на самом деле, здесь единственная знакомая была на северных пляжах, которая уже давно, на самом деле, рожала ребенка. Но, в общем, я спросила у нее, она мне сказала, я рожала с этим доктором, вроде бы он хороший. Она говорит, я не могу, как бы это давно, конечно, было, как бы она не то, чтобы мне как-то его прям сильно советовала, но она говорит, ну, у нас все хорошо прошло, нам все понравилось. Вот. И я, собственно, с ним связалась. И с 10 недель ты уже встаешь, как бы, на учет к своему доктору. Что еще на 10 неделях? Значит, врач тебе назначает также тест NIPT, который дедаешь кровь и определяют на ранних сроках, если есть какие-то генетические отклонения у ребенка, да, если что-то вдруг не так с плодом. И я так понимаю, что если вдруг там они тебе говорят по результатам этого теста, высокий риск или низкий риск, да, каких-то патологий. Если риск высокий, то я так понимаю, что тогда уже можно делать более какой-то серьезный тест. Не знаю, в общем, слава богу, у нас все было хорошо, все было в порядке. Низкий риск. И в этом же тесте ты можешь узнать род ребенка, пол ребенка. Кстати, что интересно, в Австралии очень любят как бы не узнавать пол. То есть, ну, мне кажется, как-то в России как-то все сразу узнают пол. Мне кажется, в основном это скорее редкость. А здесь наоборот, очень часто люди до конца, до того, как ребенок не родится, они предпочитают не узнавать пол. Очень часто такое. Вот. Но мы были любопытны очень, и мы хотели узнать, поэтому мы попросили, чтобы нам в этом тесте определили и пол тоже. Значит, в этом тесте нам определили пол. К сожалению, мы хотели вообще сделать gender reveal party, знаете, пригласить друзей, там, каким-то образом, либо там шарик лопнуть, либо еще что-то. Сделать какое-то такое праздничное настроение. Как бы празднично, таким образом, интересным узнать пол ребенка. Но мы пришли к врачу, и мой терапевт, который, как бы, которая вот у меня брала этот тест и так далее, она ушла в матерный силиф тоже, то есть она тоже ушла в секрет. И был какой-то доктор, вообще другой абсолютно. Я к нему записалась, к первому папашемуся, потому что мне нужно было просто забрать результаты этого теста. И он говорит мне, он, значит, смотрит на экране результаты этого теста и говорит, так, все в порядке, риск низкий, риск низкий. И я говорю, он говорит, я могу распечатать этот результат. Я говорю, а там нет пола? Потому что если есть пол, как я уже знаю теперь, они кладут это в конверт тебе, дают в конверте. Вот, и он, чтобы ты мог там потом пойти организовать себе вот этот gender reveal party. И он мне такой говорит, нет, он такой прошелся, такое ощущение, что он первый раз вообще видел этот тест. И он такой прошелся, посмотрел на экран, и такой, нет, я не вижу пол. Я говорю, ну окей. И он мне дает этот листок. Я вот смотрю, пока он что-то там дальше рассказывает. И написано mail. То есть вот так вот мы узнали сразу же, что у нас будет мальчик. Не могу сказать, что у нас, у меня были какие-то ожидания или не были, даже не знаю. То есть как-то было, ну вообще мне кажется, что как-то заранее даже я себя представляла мамой мальчиком на самом деле. Поэтому мы, естественно, обрадовались, что у нас будет мальчик. Я думаю, что мы бы также обрадовались, наверное, если была бы девочка. В общем, мы просто обрадовались. Но нашего пати, gender reveal party не состоялась. Но ничего страшного. Вот так вот в 10 недель мы уже знали пол. Потом мы, соответственно, я позвонила к доктору, записалась. Мне назначили первый прием. Прием у доктора, я первое время ходила раз в месяц к нему на прием. Потом раз в две недели. По-моему, с 36 недели уже раз в неделю. Он принимал в своем кабинете. У него, то есть мой доктор, с которым я рожала, у него есть, было три кабинета. В госпитале, Northern Beaches Hospital, где непосредственно проходили роды. Потом North Shore Hospital. Это тоже другой госпиталь. Он просто подальше от нас. Но он там тоже принимает роды. То есть я могла бы, в принципе, и там. Если бы я захотела, например, рожать. Вот. И еще у него был офис сначала в Мэнли, это на другом пляже. А потом даже он переехал в Дивай. То есть прямо рядом с нами. От нас тут пешком дойти, у него офис. И сейчас у него там же офис. Вот. Собственно, ходила я к нему на прием. Он там мерил давление. В общем, ничего такого особенного не было. У меня протекала беременность гладко. Никаких особо проблем не было. Было несколько УЗИ. По-моему, на 13-й неделе. И на 20-й, 22-й неделе, когда уже самая, считается, главная УЗИ здесь. Я говорю здесь просто, потому что у меня нет опыта родов где-то еще, в принципе. Вот. Поэтому я рассказываю, как это здесь происходит, в Австралии. Мне не с чем сравнивать, собственно. Вот. Может быть, так и везде. Но вот это самое главное УЗИ, когда смотрят все-все органы, замеряют все размеры, чтобы убедиться, что все в порядке с малышом, потому что все хорошо. И потом еще УЗИ было. Потом вообще здесь, в Австралии, не назначают больше УЗИ, если у тебя все в порядке, как вот у меня, все было в порядке. Если нет никаких сомнений с ребенком, что он там слишком маленький или слишком большой. Мне там... А диабет? На диабет-тест, по-моему, в 28 недель я сдавала. Но клюкоза толерантность, когда ты выпиваешь такой сладкий-сладкий напиток, и потом три раза у тебя замеряет кровь. Перед тем, как ты выпил, через час и через два часа. То есть смотрят твое... Как твой организм реагирует на сахар. Вот. Такой неприятный, очень-очень сладкий напиток. Но диабета у меня не было. Все было нормально. Собственно, мне не нужно было больше делать никакие сканы, но так как мне было интересно, я говорю врачу... Ну, он говорит... Он мне сказал, да, что это не обязательно делать, но говорит, если хочешь, можешь сделать. Я говорю, да, давайте я сделаю на 32 неделе. Мы делали еще вот последний УЗИ. Когда просто смотрят там размеры, как растет ребеночек. Ну, вообще интересно посмотреть. Кстати, фотографии такие тоже там делают, типа 3D. У меня где-то есть, они лежат. Ну, это так, конечно, ради развлечения просто. Вот. Что значит потом? Где-то на 30-32 неделе, также в госпитале, где мы рожа, где были роды, там же были курсы для родителей. Мы ходили с мужем. Там было два, по-моему, варианта. Можно было по вечерам ходить, неделю, что ли. Либо два дня выходных, суббота, воскресенье. Вот у нас было два дня выходных. Было очень интересно, познавательно. Рассказывали, как, что будет проходить, что, чего ожидать. Ну, на самом деле, очень хорошо, потому что они показывали палаты непосредственно. То есть эти курсы там разделяются для тех, кто идет private, и для тех, кто идет public. Вот в чем основные отличия вообще private и public? Наверное, нужно было сразу об этом сказать. Если ты рожаешь public, то когда ты находишься в госпитале после родов, у тебя палата, которую ты делишь с другими, да, там, женщинами. Когда ты private, у тебя своя палата, твой партнер может оставаться, там есть такое кресло-кровать, раскладывающееся кресло, он может спать с тобой, оставаться на ночь с тобой, и ты остаешься в госпитале дольше. Потому что, то есть, если у тебя нормальный род, это, по-моему, 4 ночи, если кесарево 5 ночей. В то время как, если ты в государственной клинике рожаешь, то тебя выписывают на второй, по-моему, день, если кесарево 2 ночи. То есть, это основное отличие по госпиталю, ну, и основное отличие, что если ты рожаешь в частном порядке, то ты можешь выбрать своего врача, у тебя есть свой врач, ты каждый раз приходишь на прием к своему врачу. Если ты рожаешь паблик, то ты приходишь к акушеркине, к врачу. Если только у тебя нет каких-то, когда происходят какие-то сложности с беременностью, то тебя все равно назначают, врача тебя назначают, ты ходишь к врачу, но, опять же, ты его не выбираешь, а какого тебе скажут там в госпитале, с таким врачом ты как бы, он тебя ведет. А если у тебя все в порядке, если все хорошо идет, то ты просто ходишь только к акушерке. Но акушерки тут очень классные. Сейчас буду рассказывать про свои роды, расскажу также про акушерок. Ну, вот эти, кстати, курсы, которые у нас были, как раз вела акушерка. В общем, нам показали палаты, где мы будем, родильные комнаты, несколько комнат там есть с бассейнами, где можно water bear сделать, роды в воду. Нам показали все эти комнаты, рассказали вообще, что делать, когда начинаются роды, куда приходить, куда приезжать, что вообще как, какие есть варианты обезболивания. То есть я, например, не знала, что, я знала про эпидуральную анестезию, но я не знала, что есть еще там, они здесь предлагают еще морфий, можно, по-моему, по-моему, это укол делают, или таблетку, вот я не помню, это не, то есть если эпидуральная анестезия, она оказывает влияние на ребенка, то морфий нет, но он сразу сказали, что он действует только пока у тебя еще не очень сильные схватки, пока у тебя еще не очень сильная боль, что в конце, в конце схваток уже он не будет действовать. Поэтому я сразу так подумала, что это, наверное, у меня тоже не подойдет, потому что какой смысл, как бы если тебе в самом конце все равно будет лучше, то есть лучше, чтобы это шло по нарастающей, ты как-то к этому постепенно привыкал, ну, мне так казалось, вот, и есть еще здесь газ предлагают, это кислород, такая машина, когда ты ей дышишь, и в момент, когда ты вдыхаешь и выдыхаешь, ты делаешь на схватку вдох и выдох, и ты как раз не чувствуешь боли, это вот единственная тема, с чем я пользовалась, и в самом конце как раз, когда уже, у меня уже было раскрытие, там, 8 сантиметров, уже были очень сильные схватки, они были очень частые, и газ действительно работал. Я слышала тоже разные отзывы, кого-то от него тошнить начинает, кто-то говорит, он не работает, но по моему опыту он не работает, если ты слишком поздно вдыхаешь, то есть нужно вдыхать сразу, когда только начинается схватка, даже до ее начала как бы нужно, то есть я просто уже практически постоянно дышала, потому что там были схватки каждую минуту, я просто постоянно дышала, 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 и за счет этого действительно я боли не чувствовала, потому что я помню, на какую-то схватку я не вдохнула вовремя, и я всю боль чувствовала, вот, поэтому я сделала для себя вывод, что нужно знать просто, как правильно дышать, но мне очень это помогало, и я была очень благодарна этому газу, потому что это то, как я смогла пройти свои роды без эпидуральной анестезии. Вот, ну переходим тогда к родам постепенно, и я расскажу, да, что еще мне помогло, то есть как я вообще готовилась еще к родам, я проходила курсы гипнорода, идея которых в том, что ты вводишь сам себя в гипноз, и дышишь правильно на схватках, и таким образом ты можешь пережить эти схватки. Вот, как проходили мои роды, у меня были довольно долгие роды, точнее, как сказать долгие, по моему пониманию они долгие, но когда я взяла отчет из госпиталя, где они пишут, сколько часов у меня были роды, там было написано, по-моему, 6 часов, то есть они считают от того момента, когда ты уже приезжаешь в госпиталь, и когда у тебя уже раскрытие, когда у тебя начинается активная стадия родов, это после 6 сантиметров раскрытия. Вот, я получается, как у меня проходило все, я это расскажу сейчас. Значит, у меня, получается, начались первые схватки, когда у меня был срок уже 40 недель плюс 5 дней. Вот, я ждала этого очень сильно. Я уже, знаете, старалась тут какими-то народными способами, которыми можно как-то вызывать роды, чтобы, потому что мне не хотелось, я понимала, что если здесь, по-моему, обычно, если у тебя 10 дней после 40 недель, то они уже начинают тебе вызывать роды, делать индукцию. Вот, если это делают, то, ну, есть разные, да, варианты, но часто, может быть, потом потребуется эпидуральная анестезия. Я лично не хотела эпидуральную анестезию по нескольким моментам, в том числе потому, что у меня, я знаю, что эпидуральная анестезия снижает давление, что может отразиться на ребенке. У меня у самого по себе низкое давление, и как бы я боялась этого, я не хотела этого. Поэтому я и проходила все гипнороды, все эти практики там, старалась как бы изучить и сделать так, чтобы у меня были естественные роды без медицинских вмешательств. Получается, первые схватки у меня начались, реальные уже, не тренировочные. Тренировочные у меня были уже там последние несколько дней. Тренировочные — это те, которые безболезненные. Уже болезненные такие схватки у меня начались в 40 недель и 5 дней, когда был срок. Утром я, по-моему, я проснулась, и у меня начались схватки. И я как бы, ну, они начались, и там я начала сразу засекать время. Есть такое приложение, смотреть, сколько у меня между схватками. Там было где-то 5 минут, ну, там было то 5 минут, то 10 минут, как-то не очень стабильно. А нам как раз на курсах в госпитале говорили, что приезжать нужно, когда у тебя в госпиталь, когда у тебя уже схватки стабильно идут каждые 3 минуты, и, по-моему, длится минуту. То есть, когда у тебя уже активная стадия родов. Я начала засекать, и потом смотрю, у меня уже вроде бы каждые 5 минут схватки. Я такая, может быть, это мне уже надо ехать в госпиталь, где-то к обеду было время. Они были еще... На тот момент мне казалось, что они болезненные, они, конечно, были не очень приятные, но, конечно, когда у меня уже случилась активная стадия родов, я поняла, что эти схватки, они были ничего, вообще ничто по сравнению с тем, какие схватки были в итоге. Но мне на тот момент казалось, что, ну да, сильные схватки. И я позвонила в госпиталь, говорю, так и так, говорю, у меня схватки. А утром еще, когда у меня эти схватки начались, я сходила к врачу, к своему как раз, вот он уже переехал в кабинет, который здесь в Дивай, у него недалеко от нас. И он посмотрел и сказал, ну, открытие вот только один сантиметр, прям только началось, то есть, ну, еще далеко. Говорит, он мне сразу сказал, либо сегодня, либо завтра, мы как бы родим. Ну, как бы, говорит, иди, отдыхай, как можешь, развлекайся, делай, что хочешь. В общем, постарайся не нервничать. Неизвестно еще, как это будет. И говорят, что всегда первые роды, они как бы, ну, не всегда у кого-то на самом деле это быстро происходит, но как бы часто говорят, что может быть это и долго. Ну, так вот. Значит, и мы пошли, ходили, 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 где-то в обед, я позвонила в госпиталь, и говорю им, так и так, у меня схватки. Они говорят, насколько сильные схватки? Я говорю, ну, так, довольно болезненно. И они мне говорят, я говорю, вот сейчас схватка идет. Она говорит, а, то есть ты разговариваешь, когда у тебя идет схватка, это еще очень рано. Говорит, я предлагаю тебе даже не считать, не засекать время сейчас между схватками, потому что это не важно. У тебя еще не активная стадия родов, я слышу по тому, как ты разговариваешь. Если ты можешь говорить еще, в общем, на схватках, это значит, что у тебя сейчас самые ранние схватки, не переживай. Я, значит, такая говорю, ну, окей, вечером уже, к вечеру, то есть весь день у меня были эти схватки, вечером уже, по-моему, часов 10-11, я говорю мужу, блин, поехали в госпиталь, все равно, пусть они хотя бы посмотрят и скажут мне, что происходит, потому что мне тоже волнительно, первый раз, ничего не понятно, как бы целый день схватки, неужели ничего не изменилось, как бы. Мы приехали в госпиталь, они посмотрели, сказали, открытие 3 сантиметра. Я, конечно, очень расстроилась, потому что это очень-очень мало, а я уже очень устала, все равно больно, они были там где-то каждые 5 минут, ну, чуть дольше иногда, но все равно, все это время были схватки, вот, и они говорят, ну, если хочешь, говорит, ты можешь остаться здесь у нас на ночь, мы тебе дадим таблетку, они мне дали какую-то таблетку, которая, как бы, обезболивающая, но это там не эпидуральная анестезия, она никак не влияет на ребенка, это что-то типа парацетамола, но как-то, я вот забыла название, но чуть посильнее, они говорят, поэтому просто по протоколу, мы не можем тебя с этой таблеткой отпустить домой, их нельзя купить без рецептов в аптеке, но мы тебе ее можем дать, подключить датчики просто, и будем наблюдать за ребенком, а утром посмотрим, что будет, ты просто можешь здесь поспать, и так как, опять же, мы были private, частные пациенты, разрешили мужу тоже остаться, мы остались вместе в этом госпитале, ну и всю ночь там кое-как, я попробовала, мне дали еще такую, как грелку на спину, чтобы мне как-то было чуть полегче, все равно было очень больно, конечно, я толком поспать не могла, хотя они говорят, постарайся расслабиться, поспать, но у меня особо это не получалось, и утром заходит акушерка и говорит, слушай, и она говорит, ну как ты, я говорю, да так же все вроде бы, она говорит, знаешь, я не буду даже смотреть у тебя раскрытие, потому что я вижу, что по твоим ощущениям, по тому, как ты себя ведешь, что раскрытие больше не стало, и они говорят, что делать, какие варианты, это уже следующий день, и они говорят, так как ты частный клиент, пациент у нас, частный пациент, ты, получается, мы должны позвонить твоему врачу, они позвонили моему врачу, и врач говорит, и они приходят и говорят, вот врач говорит, что можно проколоть пузырь, и тогда роды пойдут быстрее, я говорю, а я читала, знаете, вот на гипнородах это все изучала, что я хотела максимально там естественные роды, я знала, что как бы, если проколоть пузырь, то это может, это ускоряет часто процесс, но тогда схватки будут сильно-сильно-сильнее, что может привести там к другим вмешательствам, в том числе там к эпидуральной анестезии, и так далее, и так далее, и так далее, то есть я этого не хотела изначально, но тут я уже была, конечно, уставшая, у меня уже сутки идут схватки, и акушерки, вот почему я очень была рада, я очень была признательна им, там была вот одна, которая со мной была, и утром они сменялись, как раз уже другая пришла, я говорю, а что вы думаете, они говорят, смотри, мы можем тебе проколоть пузырь, и наверняка роды пойдут скорее, акушерки мне говорят, ты можешь поехать домой, принять ванную, там послушать какие-то, если у тебя есть гипнороды, собственно, что я и сделала, вот, и они могут пойти сами с собой эти роды, это вот было там где-то, наверное, на 8-9 утра, мы приехали домой, позавтракали, муж мой тоже со мной вместе все это время не спал, поэтому он немножко, и там в госпитале мы тоже толком не могли поспать, потому что у меня были эти схватки постоянно, вот, он поспал немножко, я пошла в ванную, просто что я сделала, я начала слушать усиленно эти гипнороды, эти записи, которые нам давали на курсе, расслабляться, разговаривать со своим животом, говорить, пожалуйста, давай уже рожать, рожайся, малыш, мы тебя очень ждем, и так далее, в общем, да, как сумасшедшая, ходила, разговаривала со своим животом, ходила, ходила по квартире, и чудо произошло, то есть, это если там где-то в 9 домой мы утра приехали, где-то в 12 в час, у меня начались уже очень сильные схватки, и тогда я уже поняла, что все, что было перед этим, это были вообще цветочки, потому что тут начались уже очень-очень сильные схватки, буквально я не могла уже переносить их, я, конечно, старалась, я дышала через схватки, вот гипнороды, все эти практики, которые я изучала, но уже было очень-очень тяжело, и я позвонила в госпиталь опять, и говорю, так и так, все, я еду, они такие, они, они, мне кажется, не поверили мне, потому что, ну, то есть, как бы они часто думают, первый раз там, это все раньше времени приезжают в госпиталь, там туда-сюда, типа, они такие, да, да, я приехала, по-моему, полтретьего дня, мы стояли в коридоре, они так медленно, знаете, все ходят, что-то не спеша, я говорю, у меня уже точно сильное большое раскрытие, я это чувствую, они как бы, потому что я только утром была, они, видимо, не ожидали, не верили мне, пока я не зашла в родовую, и меня не проверили, у меня уже было раскрытие 7 сантиметров, то есть, это уже активная стадия рода, это уже все супер, тут они начали бегать, суетиться, звонить доктору, потому что доктор должен приехать уже на самую важную часть на потуги, вот, и начали, и вот тогда мне дали газ, и вот тогда вот этот газ, он мне начал помогать, потому что уже были очень сильные схватки, уже было очень больно, и я начала дышать этим газом, газ это как бы кислород, то есть, он не вредит в ребенка, он совершенно никак, и он на человека тоже не влияет, да, на маму, то есть, как бы ты его вдыхаешь, именно в этот момент ты не чувствуешь боли, он как-то бьет по мозгу, но как только ты выдыхаешь, все опять встает на свои места, вот, собственно, я им дышала, дышала, и вот это где-то было, почему я говорю, что они мне написали, там где-то 6 часов у меня были роды в моем выписке из роддома, потому что они считали уже вот с этого момента, все, что было до этого, по их мнению, это не роды, хотя я считаю, что мои роды, они были 2 дня, ну, там почти 40 часов, вот, ну, и все, и в 8 часов вечера родился Оливер, родился Оливер, конечно, я была без ума от счастья, у меня была куча окситоцина во мне, я была счастлива, довольна, я пошла, он, то есть, полежал на мне, потом перерезали поповину, потом он сразу сам приложился к груди, в общем, все произошло, максимально естественно, так как мне этого хотелось, так как я это все изучала, и как я себе это представляла, и потом уже, то есть, я пошла сама в душ, я сама уже ходила, и потом, это было 8 вечера, нас поселили в палату, вот первую ночь муж со мной остался в палате, но, так как в итоге мы оба не спали, потому что он постоянно просыпался, плакал, мы, я его кормила там, и так далее, но в итоге мы решили на утро, что муж поедет домой, он поспит дома, и все остальные ночи он спал дома, но он приезжал утром, привозил мне там иногда, ну, еду там, еду меня кормили, в общем-то, не помню, кофе, может, он мне привозил, я уже не помню, вот, но факт в том, что днем он там, например, давал мне чуть больше поспать, пока он там смотрел за ребенком, что было классно, что так как мы были частные пациенты, очень был хороший сервис, нам постоянно, они сказали сразу, вот есть кнопка, если тебе что-то нужно, звони, не переживай, там лишний раз не вставай, я лежала, там постоянно звонила на эту кнопку, они приходили, меняли ему подгузник, там если нужно покормить, его приносили ко мне, я его прикладывала постоянно, вот, в общем, было на самом деле классно, приходил мой доктор, тоже смотрел, там все так далее, вот, была хорошая комната, в общем, в целом, у меня остались хорошие впечатления о госпитале, хорошее впечатление об акушерках, все прошло хорошо, мы были в госпитале 4 ночи, нам даже предлагали оставаться на пятую, потому как, то есть, 4 дня я была, а не 5, да, как бы, потому что родила я вечером, 8 вечера, но мы уже, это было воскресенье вечера, я помню, они предлагали уже остаться до понедельника утра, но мы решили уже поехать домой, вот, и воскресенье вечером, мы уже были дома, с нашим малышом, вот такая вот история, вот так вот проходили мои роды, пишите в комментариях, какие у вас есть вопросы, в следующем видео я расскажу поподробнее о том, как вот, в чем разница между private и public, поподробнее, что, сколько стоило и так далее, вот, так что, если вам это интересно, подписывайтесь, ставьте лайк этому видео, спасибо за просмотр, всем пока!